Реканадий. История и культура. Реканадий простирается вдоль извилистого холма на высоте 296 метров над уровнем моря, между долинами Рекватенса и Музоны. Адриатическое море находится неподалеку, поэтому город, как бы с балкона, смотрит на прекрасные живописные пенины. Реканадий является родиной многих известных людей, среди которых поэт Джамму Леопарди и теннер Бениамину Джейми. В городе сохранились важные исторические памятники, дворцы, церкви, художественные галереи, музеи и библиотеки. Особенно мягкие клеммы, богатое художественное наследие, теплое гостеприимство людей сделали Реканадий приятным местом для отдыха. Современный город, несмотря на свою легендарную историю, которая восходит в Климской колонии, был создан в конце XII века, когда Лорда, Треххолмов, Монте-Вольпино, Монте-Сан-Пито и Монте-Морейло решили воссоединиться. В начале борьбы за власть в Реканадий прибыл Федерико II и получил в обмен разрешение на строительство порта между устьями рек Аспи и Патенца с целью освобождения от таможенных пошлин. В последствии Реканадий перешел в правление папе и епископам, что дало им право назвать город и чеканить монету. Город был известен своими уставами, своей ярмаркой и торговлей по преимущественно управляемой евреями. Город принимал у себя албанских эмигрантов и рабов, которые возделывали землю. Слава о Justissima Civitas была связана с авторитетом судей, чьи решения были необходимы в больших городах. Город, построенный на вершине холма, был защищен крепостными стенами, построенными Франческу с Форцем. Ворота Сан-Доменика, Чараза, Сан-Филиппа – наиболее важный ворота в город, позволяющий добраться в самый центр, в том числе и до ратуши и церкви Сан-Доменика, находящейся в самом сердце города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова